Сначала они десантируются из условного вертолёта и штурмуют фасад здания. После полосы препятствий на сцену боевых действий выходит техника. Сапёры-штурмовики высаживаются с БТРа, разминируют брод с водой и обезвреживают минное поле. И вот один из самых зрелищных этапов построения моста. По легенде нужно преодолеть противотанковый ров длиной 40 метров. Первыми к выполнению этого упражнения приступила команда Узбекистана. За считанные минуты инженеры должны построить мост, по которому впоследствии пройдёт вся автоколонна, в том числе танк Т-72Б3. Мост нужно положить ровно и надёжно, ведь вес машин от 40 до 60 тонн. Но команду Узбекистана подводит техника, вперёд выходят россияне. Чтобы выполнить задание, нужно 4 машины, но главное здесь мастерство инженеров. Сапёры нашей команды занесены в Книгу рекордов инженерных войск. При нормативе 45 минут такой мост они собирают за 12. Мы предполагали пройти на всех этапах первыми. Но есть такие переломные моменты, в которых нужно командный дух поддерживать. Ну и соответственно на данном этапе мы вытянули команду вперёд. А дальше всё как по накатанной. Путепрокладчик БАД-2 с помощью отвала засыпает воронки в земле, восстанавливает разрушенную дорогу. И МР-3 играючи расставляет брёвна в стаканы по цветам. После сборки такого мужского конструктора техника преодолевает земляной и огненные завалы и идёт на финиш. Российская команда становится победителем первого полуфинала безопасного маршрута. В целом мы довольны. Мы даже сегодня показали результат на 5 минут лучше, чем выступали, когда был российский этап. А именно 42 минуты 15 секунд. Второе место у команды Узбекистана на третьем военные инженеры Белоруссии. Финал отбирается по лучшему времени. То есть возможно, что все четыре команды попадут с этого полуфинала. Смотря какое время покажут на завтрашнем полуфинале. Ну, сразу хочу сказать, что команда Вьетнама, она уже третий раз участвует в безопасном маршруте, поэтому они, естественно, фавориты завтрашнего полуфинала. Во втором полуфинале помимо вьетнамцев также выступят команды из Египта, Индии, Венесуэлы. А уже в выходные лучших военных инженеров определит финал. Настрой, конечно, боевой. Мы все рады, что мы участвуем в финале. Ну и победим. Елена Старых, Александр Зосимов, Тюменская служба новостей.